всем привет ребята меняю амортизаторы снова вы помните у меня стояли монро от ландкрузера они очень жесткие я все-таки решил по хорошей цене с польши купить брильштайн b8 перформанс коробка это за к они хорошие жесткие на трассе держит огонь в городе не конечно неудобно жестковато со спящих прыгает в общем видео немного не об этом вот такой артикл кому интересно это именно b8 b6 больше не обошлись чуть меньше 300 долларов за 2 дорого ну что поделаешь и вернулся на пружины эйбах удалось мне подписчик на драйве прислал одну пружину я их она конечно чуть ржавая была я не помню на с этой стороны листой я витки все зачистил покрасил я вот возможно фоточки вставлю вот на hnr пружинах тоже хорошо мне понравилось ездить в принципе не могу сказать что прям отличается от эйбах есть небольшое отличие управлений субъективно только на мой взгляд как бы эйбах лучшие потому что у меня комплект эйбах ладно суть такая поставил я амортизаторы и высчитал что всего 6 сантиметров будет ход до отбойника у стокового со стоковым отбойником есть 95 это заниженный есть 105 это стоковый в общем я высчитал что 6 сантиметров будет всего лишь ход поэтому что я принял решение когда я уже поставил пришлось обрезать отбойник чтобы хотя бы хода ему добавить и потом я заказал новые отбойники отрезал их и склеил клеил почему в этой части находится держатель вот он на штоке вот он я его отрезал здесь он не держался вот эта часть я брал отбойники фэби сделал сначала старые а потом все-таки заказал новенькие чтоб красивые были покрыл их лаком влагу не впитывали потому что через энное количество временем превращается но он в любом случае так превратится видите он впитывает в себя всю грязь чаще и прочее вот я отметил что так пыльник сейчас стоял на амортизаторе то есть отбойником его сюда загнала и он тут оставался и амортизатор был полностью вдавленный ну получается и вот бы никому сюда вот загнала я хочу сейчас поставить короткий отбойники посмотреть до какого уровня подниму вверх и сколько у меня вот пружины будет вот так он был получается и совсем мало здесь видите то есть вот так и отметил маркером и вот всего лишь ход то есть очень много играет на отбойники и здесь расстояние конечно ну до конца вот эта штука не сожмется поэтому я решил отрезать отбойник и сделать коротким то есть еще короче мой отбойник 6570 миллиметров кому интересно замеряю чтобы было интересно получился это чуть короче ну там плюс минус вырезал я центральную часть вот вот это вверх так она была эту же фоточку вставлю можно было вырезать там но он он работает он будет работать его задача только отбить не дать съесть машине не удать ударить в амортизатор что еще почему я так сделал сейчас я снова покажу еще кое-что конструкции видите какая конструкция хорошая у бельштайна а у меня были насколько помните проблемы с коябе у них здесь тарелка и сальник внутри и туда камни забивались и вот этим стоковым отбойником его постоянно било из-за того что коябе амортизаторы говно собачье пусть там кто спорит со мной пусть не спорит у них шток повреждается вот саксовский шток анрошный шток амортизатор смотрите для ардлет и он повреждается вот только у всех и вот здесь у саксов тут сам шток никогда нигде не повреждается ни камня ничем поэтому у меня каяба были здесь раковины он потек я не хотел чтобы у меня с бельштайнами такое было поэтому я хочу вот короткий вот это длинный представьте еще сюда вот эту штуку какой он высокий получается а этот будет вот так то есть дополнительно где-то полтора полтора три плюс три сантиметра хода и там 6 9 сантиметров не на заниженных пружинах хватит но я сейчас поставлю и подниму вверх посмотрю сколько действительно там хода остается я уже на них поездил недельку то я вам скажу такого прям вау эффекта при переходе с этих амортизаторов на этих не будет потому что они похожи по работе вот на трассе похоже но эти несколько мягче и работают более правильно они глотают все неровности вот 140 130 по ямкам идешь неровной дороге и груженые они держат хорошо также держит эти хорошо но эти гораздо жестче и на эти в городе прям прям мне понравилось то есть со спящего ты съехал у тебя сразу же на следующий качок гасится это колебание нету прыжков на монрошных было вот еще качание почему потому что силы не хватает эти амортизаторы под ландкрузер рассчитаны они у него стоят вот так вот из в результате чего у него силу нужно в два раза меньше приложить чтобы уважать а весу крузака более двух тонн а вес 46 1600 1700 килограмм и он стоит вертикально нужно силу больше чем крузака прижать у него просто не хватает я почему еще делал опоры кастом на видите их не вырвало они целые потому что слишком жесткие были амортизаторы вот эти от крузака но альтернатив прям нет вот либо дорогие эти либо каябы тоже сейчас цены подняли но они мне не нравится я все таки решил вернуться на опоры вот мэйли заказал такие опоры прожили 30000 на на этих на монро но они жесткие прям выдирают выламывают то есть ну не сказать я вот хочу оставить где моя опора вот она смотрите делал она все сжимается она ничего не бьет и вот когда вот это сдавливается до втулки все нормально держит просто там одна новая этого долго я ждал опору и пыльники заодно сейчас все поменяю и поставлю вот ну кастомные опоры тоже хорошо что еще хорошо я показывал что я перешел на крепление амортизатора сарки если бы не пережил опять бы мучился амортизатор снять вот блогчики вот там гайки заварены изнутри на усилитель пластины все открутил прям минута а разбирать багажник на туринге но это только натуре на седане там проще снял обшивку и готова короче ощущению хорошо прям как надо как должно быть посмотрим сколько они отходят я езжу машине круглый год почти каждый день зима снег грязь мне похеру вот я машина для того нужно чтобы ездить они стояло в гараже вот самое главное человека не железо получаю удовольствие когда еду за хлебом или еще куда-то вот ну что еще сказать напоминаю что эти амортизаторы однотрубные почему они хорошо работают обычные амортизаторы где там вот они двутрубные ни один двутрубный амортизатор стоковый не способен гасить и держать дорогу и дать водителю такое ощущение как однотрубный поэтому еще найдете однотрубные амортизаторы на вашу машину рекомендую поставить поведение машины прям изменится и вам понравится но только нужно подбирать вот именно чтобы он был под ваш весу 46 я еще хотел с 39 замучить но там надо было тоже переделывать как-то что-то и пока в итоге вот катался на этих думал что поставить ни один потек я новый купил на 1010 я проехал уже больше и снимаю их два них товарищ заберет там тачка тоже 36 на m57 предложил он хотел за копейки заберет а я вот попробуете если конечно они проедут совсем мало будет обидно потому что ценник у них дорогой тем более в это время но я и взял по такой цене как они были до событий в мире они были по 350 330 рублей у нас вот курс доллара 2 и 5 2 и 6 сами считайте сколько то еще 710 рублей отдал за два амортизатора голых без ничего потом шайбочки с ними были вот и и гаечка так ну что картинки сейчас ставлю или в конце вставлю всякие там посмотрите возможно еще включусь покажу где где этот шток завис чтобы разницу понимать и сколько работало 2 ιάгер у 1 2 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот видно... Давай туда фокусируйся... Вот... 3 сантиметра с плюсом... Это относительно того, что было... Вот... Ну оно так и есть... 70... Миллиметров этот отбойник... А этот был... Где-то я отрезал... 15... Ну примерно так... Сейчас я попробую подлезть... И опустить вниз... Вот это сейчас... Отбойник находится в самом верху... То есть сейчас... Ход... Ну он будет меньше... Машина чуть-чуть просядет... Хоть я и покачал... Она все равно проедется... Еще наверное полсантиметра... Сантиметр идет... Сейчас я опущу отбойник вниз... И посмотрю сколько свободного хода у нас есть... Так... Я опустил... И что получается... Чуть-чуть зашло на... Скотч... То есть где-то... Около 3-4 сантиметров и есть ход... И потом врывается отбойник... Почему я его и поставил... Если поставить стоковый отбойник... Считай амортизатор... Постоянно лупит на этот отбойник... Даже заниженный 95 поставь... Хода нет... Почему... Почему сделали... Такой амортизатор... Этот амортизатор... Допускается ставить... Под спортивную и под МТех подвеску... То есть вот под мою можно... Под ниже пружины спорт... Эйбах спорткит... Нельзя его ставить... А под М... Под прокит можно ставить... У них еще есть несколько амортизаторов... Б8 артикулов... Я вот не помню... Почему я посмотрел именно этот... Возможно его ставили уже ребята в бортжурнале... Я в каталоге так сильно не рылся... Ну это в любом случае лучше... Ход у меня так и есть... То есть... У меня машина... Ниже диска... Не заходит... Когда я загружаю... Она ну где-то вот так садится... Может чуть-чуть ниже... И хода получается немного... У меня короткий ход... Там вход вот такой и будет... Около 3-4 сантиметров... И в любом случае... Пружина... Не даст сжаться полностью... Так не видно... Как вам показать... То есть верхняя часть кузова... До чашки никогда не дойдет... Пружина даже не даст сжаться... Ну а потом уже включается отбойник... Ладно... На этом все... Картиночки я... Вам вставлял... Вы видели... Отбойники... Дел... Еще что хочу сказать... Стеллакс отбойник... Это Стеллакс отбойник... Он... Меньше у него диаметра... Вот здесь посадка... Чем у Хобби отбойника... И он чуть-чуть болтается... Ну я там доработал... Чтобы он сидел плотно... Отбойники в принципе... И не имеет... Празницы какие брать... Пыльники тоже... Еще видел пыльники гармошкой... Да что ты с фокусом... Пыльники гармошкой... Но чем они плохи... Вот этот пыльник... Он гармошкой... И он... У него гармошка... Вот эта часть гармошки... Она меньше чем... Шайба... Вот эта... На некоторых амортизаторах... Он за нее зацепляется... И отбойник... Получается... Держится пыльником... И шток тогда... Ходит внутри... Отбойника... Это вот тоже плохо... Ну... Часть конечно гармошкой играет... А потом начинает тягать... Тягать его внутри... То есть как бы... Грубо говоря... Царапает... Либо просто трет... Это тоже нехорошо... Не знаю... Может быть надо попробовать... Было такие пыльники... В любом случае... Пыльник... Он как пылесос туда... Когда ходит... Чем больше ход... Тем больше он туда... Грязи затягивает... Особенно зимой... Когда едете... Там пыль... Грязь... Снег... И песок... Хороший ход... Он туда раз... Вверх-вниз... Это все плохо... Спереди такой проблемы нет... Потому что там нету столько грязи... Оно туда не идет... Пройти... Там даже пружины не ржавеют... Не пескоструются... А вот сзади надо что-то делать... Может быть какие-то закрытые... Вот я видел у бельштайнов... Пыльник... Он вот здесь вот... Плотно сидит... Потом чехол... Как на рулевой рейке... Вот такой чехол... Как на рулевой рейке... Он внутри ходит... Единственное что... Куда воздух удеваться... Тоже нужно это дорабатывать... Куда воздух должен выходить и входить... Как у них там это сделано... Не могу сказать... В рейке так... Внутри идет... Отверстие... Чтобы когда вы руль крутите... С одной стороны в другую... Воздух перегонялся... В самом вале... А здесь нету... Я не знаю... Как... Почему так вот... Ну такие вот мелкие недоработки... Они конечно... Не... Это не... Не разрабатывают... Потому что там где это делается... В Германии... Там нету такой... Соли как у нас... И 10 тысяч... Любые амортизаторы... У них там практически... Ой... 10 лет практически ходят... Они там даже... Не работают... Потому что у них дороги ровные везде... Особенно если по трассе... Люди ездят... Пробеги... Кошмарные... Там под 200 тысяч... Под 300... Амортизаторы как новые... Машину сюда пригоняют... Она начинает... Работать... И сразу же текут... Потому что... Верхняя часть штока... Она запыленная... В мусоре... И начинает по сальнику елозить... Ну а у нас как повезет... Самые долго у меня отходили... Это... Монро... По-моему... 50 тысяч... Такие похожи... Это не мои... А у друга сейчас... Бильштайн... Стоят... Обычные... Б-4... 100 тысяч... Он сказал... Прошли... У него пыльник с гармошкой... У него стоковая подвеска... Но он не летает... Я так езжу быстрее по трассе... Груженый... Амортизаторы нагрузку имеют... Ну и в городе где-то... Туда-сюда... Ладно... Посмотрим... Уже видео наверное затянулось... Я вам хотел показать... Именно про... Если вы делаете... Короткие... Проверяйте у себя... Я вот это все заметил... И понял... Что блин... Надо укоротить... Может быть еще надо было укоротить... Но тогда у него не будет... Не будет... Как сказать... Рабочего... Сжатия... Он... Видите... Этот я могу сжать... Вот... На сантиметр... Полтора... Даже машиной даст ему... Он до двух сожмется... А... Если сделать короче... То... Сразу будет просто как... Ударный отбойник... Это тоже плохо... В подушку будет лупить... Стуки будут... Но это если будет доходить... Амортизатор... В общем... Такие вот мысли... Разные... У кого есть какие... Свои мысли... Можете писать... Еще есть... Идея... У меня пружины в чехол затянуть... Я видел... Люди делают на калловерах... Так... Вот такой разрезной... С... Липкой лентой... Ткань типа... Типа... Зонт... Чтобы туда тоже... Грязь, пыль не шла... Такая сильная... Ну да... Будет влага идти... Мусор... Но не... Не до такой степени... Камни летят туда... И низ... Пружины... Ломает... Ладно... Все... Спрашивайте... Что кому интересно... Амортизаторами... Пока доволен... Возможно... Какой-то комментарий закреплю... Там... По пробегу... Буду писать... Сколько они прошли... Вот... Скоро зима... Посмотрим... Надеюсь... Будут ходить... Обидно будет... Если потекут... Каябы потекли... На седьмой... Девятой... Двенадцатой... Тысячи второй... Совсем мало... Отходили... Но... Амортизаторы... По работе нравились... А по качеству... Не буду материться... Не понравились... Вся история... У меня... Буржунали... До встречи... quarant Angry... Понимаете... В чем сом 50 нлн...